Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Да, ребят, вы что, никогда никого не осуждали? Никогда никого не обсуждали? Ну что? Знаете, такое, конечно, лицемерие. Просто. Но если, допустим... Молите. Вообще топ, да? Ну, если, допустим, мне правда как бы контент не впечатляет, я ничего такого плохого не сказала. Наверняка как бы большинство просто посмотрело и такие, ну ок. Сказала и сказала. Не хотелось каждой циклиться на негативе, но просто хотелось выговориться, знаете. Такое ощущение, что нельзя никому ничего, ни о ком говорить. Это неправда. И на самом деле лучше бы многие люди говорили что-то в открытую, нежели как-то там, знаете, за спиной. Просто я обожаю в интернете как будто бы все святые такие. О! Что ты такое сказала? По факту есть такой жанр, когда просто идет видео и там каждый момент люди стопорят и обсуждают, что в нем происходит. То есть, если человек выкладывает видео в интернет, в принципе, он должен быть готов, что может быть разной точки зрения. А вот эти детские типа о! Не смей этого говорить, да почему? Ммм! Некоторые могут свести мой этот диалог, знаете, в поэтическую почву. Но, блин, я не политик, сори. Я снимаю макбанг, поэтому я обсуждаю макбанг, правильно? Реально нет святых людей. А кто прикидывается святым, то, скорее всего, они, блин, у лицемера. Типа, ой, я такая вся хорошая. Ммм! Я в это не верю. Мне нравится, когда люди и что-то могут тут чебучить, знаете, высказать. Я не люблю смотреть блогеров, которые просто нейтральные. Ну, типа, у меня все хорошо. Я говорю только самые правильные вещи. Мне это неинтересно. Знаете, я люблю смотреть живых людей, а не просто какой-то образ. Ну, вкусные, слушайте. Я сама сделала лук. Офигенный. Но, на самом деле, очень многое зависит от булочки. Поэтому, ребят, кто хочет что-то написать, пишите, потому что мне, правда, искренне уважают, что вы не можете вообще сгрунуть ситуацию со стороны. Там какой-то, знаете, с какой-то историей, типа, что ой, у меня есть кумир, вот он непоколебим. Вы знаете, что даже, как бы, для меня кумир был и есть Майкл Джексон. Это очень двоякая фигура, хотя это суперкрутой чел, безусловно, но у него столько хейтеров, и вы сами, наверное, знаете, почему, потому что у него было очень много историй, связанных с детьми, и они, честно, я как, ну, я читала биографию Джексона, я все посмотрела вообще в свое время про Джексона, и все-таки как бы там суд доказал, что вроде как он не делал то, что он делал, и вроде как на него точил зуб прокурор, но, тем не менее, то есть, такой прям святой человек, как Майкл Джекс, вот он был участником очень жестких скандалов, у него много хейтеров, и, ну, правда, неоднозначная фигура, вот, ну, блин, почему-то русские макбангеры, это типа топ, это просто топ и вообще про них ничего нельзя сказать, там, что тебе нравится, что тебе не нравится, мне кажется, это бред. Как бы нужно будет, что тебе нравится, что тебе не нравится, а от этого создается среда. И, честно, что я сказал в том видео, в принципе, я так же думаю сейчас. В данный момент у меня реально нет там любимого макбангера в России. периодически я скидываю в Телеграм тех, кто мне нравится, и, ребята, зайдите, посмотрите, там реально, ну, как бы, кому я могу сказать реально круто и кайф, это, наверное, Сергей СМР. Браво? Мм. Насколько я поняла, Сергей СМР живет в Китае. Это абсолютно ничего не значит, что на самом деле многим мне написали, что важны рассуждения. Ребята, я вам честно скажу, рассуждения важны, но также не стоит забывать о том, что сейчас я читала книжку и там было сказано про Ютуб, типа, что тебе должно быть стыдно смотреть свои видосы, которые были сняты месяц назад, потому что сейчас ты должен уже снимать лучше, и вот так вот и совершенствуешься. Но блогеры, которые не совершенствуются, ну, блин, я не знаю, мне просто на это неинтересно смотреть, правда. типа, когда у тебя одинаковые видео, каждое твое видео, оно одинаковое, ну, типа, они, знаете, оно одинаковое просто по качеству, оно одинаковое по всему. Яна Лученко тоже мне очень нравится. Именно как она снимает. Понятное дело, есть начинающие блогеры и новички, которые, типа, еще ни копейки не заработали, и откуда у них деньги на камеру? Да. Там непрофессиональный свет на камеры, там все, что угодно, да, но есть ребята, которые реально зарабатывают деньги и типа, снимают на телефон. Ну, блин, опять же, знаете, это творчество кто-то и на телефон хорошо снимает, правильно? Ну, то есть, короче, опять мы зашли в тупик этого разговора. Ну, просто я хочу сказать, что вообще ничего плохого я там не хотела, и, ну, то, ну, хейту, которое я там прочитала, ну, это несколько, не знаю, зашоренные взгляды какие-то. Типа, о, ни в коем случае, не тронь ее, а ты какая на себя посмотри. просто, ну, типа, я там сказала два слова, а люди ведут себя много хуже, чем я, да, допустим. Хотя я вообще в этом не вижу никакого криминала вообще. Короче, я реально хотела высказаться на эту тему, чарль, чарли, я реально хотела высказаться на эту тему и вообще ее закрыть. и закрыть вот эту вот историю, типа, о, мой любимый блогер, мой любимый блогер. Ребят, честно скажу, мои любимые блогеры это, скорее всего, американские блогеры, даже не азиаты, наверное, потому что, ну, как бы, ну, иногда я азиатов тоже люблю посмотреть, потому что они прям едят как бешеные, но для меня, наверное, это американские блогеры, темнокожие блогеры, ну, мне нравятся, они реально веселые, классно выглядят, классно выглядят, у них классная картинка, мне это нравится. Но то, что в России зачастую формат мукбанга вообще абсолютно переобразовался, это точно, это факт, ребят, потому что у нас это превратилось, знаете, болталка за едой. Именно формат мукбанга какой-то был задуман, когда люди поглощают большое количество пищи, когда люди не просто говорят, когда они едят, и когда они не просто едят, они едят красивую и аппетитную еду, они типа «я ем сегодня, вот моя обычная еда». Ну, как бы, просто, как бы, тут никто не виноват, просто в России формат мукбанга превратился вот в это. Возможно, я перейду к этому формату тоже, буду, типа, показывать свою обычную еду, без какой-то гастрономии, возможно, да. Ничего нельзя отрицать, и вы мне тогда точно скажете, что вот ты говорила, что ты, это, ну, как бы, тебе это не очень нравится. И знаете, не то, что я это поддерживаю, не поддерживаю, нет, просто мне такой формат не нравится, вот и все. Именно вот такой, знаешь, когда я показываешь свою обычную еду, и мне сейчас тысячи людей скажут, ты знаешь, я люблю такое смотреть, вот мне нравится, как там, они едят супчик, и там, говорят, там, свой вечерний обед. Да, это просто еще одно ответвление такого направления, как мукбанг, вот и все, которое может нравиться, а может не нравиться, и это нормально. И нормально, что тебе какие-то авторы нравятся или не нравятся, и нормально, что тебе вообще, в принципе, что-то может нравиться, и что-то может не нравиться. И типа не надо других людей за это хейтить И не надо там себе придумывать Что тебе все нравится Что ты такой святой Что ты такой там Ну как бы Ничего никого никогда не осудил Ребят, нужно воспринимать свои эмоции Нужно их проживать Нужно давать другим людям их проживать У нас и так очень много чего нельзя Еще и про мукбанк высказаться нельзя Ну что за бред Поэтому Проживайте свои эмоции Проживайте свои и хорошие эмоции и плохие И Я кстати такая Под тем видео выбрала тактику Что на все плохие комментарии Я буду отвечать добром и так далее Но по факту Я просто Сдерживала свои эмоции В некоторых ситуациях И можно было бы ответить Так как ты хочешь ответить И не сдерживай свои эмоции Почему? Потому что Не надо все держать в себе И это может плохо закончиться Поэтому Если кто-то Вас Послал нафиг Послать в ответ Можно и нужно Не нужно быть терпилой Ребят Все Я наелась Мы съели с вами 4 мукбана Ой 4 мукбана 4 хот-дога Для меня это реально много У меня собака плохо ест Не знаю Он знаете как Он привыкает к еде И вот он может есть Одно и то же Типа неделю А потом Он привыкает И ему надо что-то менять И я там ему подмешиваю Всякие разные там Пасты Ну не пасты А вот эти паштеты В еду С хомкормом Но ему и паштеты Надоедают У кого такая же фигня Как вы Придумываете Обхитрите Своими собаками Чтоб они ели Все Ребят Я вас прошу Не злиться на меня Если вам нравится Айка Безусловно Айка реально Снимает нормально Абсолютно нормально Но просто Вы должны понять С чем я говорю Ну что Реально Некий такой застой Мне кажется Но насколько я поняла Что в последнем ее видео Что в принципе Она хочет завязывать С макбангами И возможно поэтому Просто у нее уже Ну как бы нет Азарта Снимать макбанги Она снимает по накатанной И какие-то новые Прикольные штуки Не делают Ну просто потому что Это уже знаете как Типа на работу Пойти снять макбанг Может быть так Вот Поэтому Тут мы не можем Ее осуждать Да конкретно Но можем сказать Что мне нравится Или мне не нравится Потому что И вы про мои видео Также можете сказать Вам нравится Или не нравится Пишите мне в комментарии Вообще Welcome Я на самом деле Хотела об этом Выговориться Я не знаю Что получится По результату Возможно Что-то я подрежу Потому что Все-таки Знаете Такая тема Ну такая Скользкая Так скажем Вот Но Как бы Больше про это Снимать не буду Всех моих Макбангеров Которые мне нравятся И про блогеров Которые мне нравятся Я обязательно Буду писать Себя в телеграме Какие-то отдельные Этому видео Посвящать Я думаю Просто нет смысла Вот Поэтому Всем большое спасибо Что вы со мной поели Я надеюсь Что вы меня поняли Вот И собственно Все Всем пока